Цены на богонурский уголь занижались с целью поддержания стабильных цен на электроэнергию. Техника и оборудование шахты, являющиеся основным градообразующим предприятием Богонура, устарели и стали нерентабельны. На сегодняшний день срок эксплуатации приближается к 30 годам. Как говорят специалисты, в будущем богонурская конкурентоспособность еще понизится, и возможно даже встанет вопрос о закрытии шахты. Ведь в окрестностях столицы, а также на территории центральных Аймаков, работает несколько подобных производств. Со стороны правительства нужно принять какие-то меры в виде повышения цен на электроэнергию или выделения каких-либо субсидий. Эта шахта работает уже 35 лет и на моей памяти всегда в убыток. 75% богонурской шахты принадлежат государству. Чтобы провести модернизацию собственными силами, было принято решение выпустить на фондовый рынок акции предприятия. В противном случае шахте придется работать задолженностью в размере 90 миллиардов тогриков. Чтобы этого не допустить, государство намерено проводить интенсивную политику по развитию богонура. Здесь есть один важный вопрос, который нужно обговорить с правительством. В следующем году в Богонуре планируется создать предприятие по производству коксующегося угля. Таким образом, производство и реализация улан-баторцем кокса, возможно, позволит также крайне оперативно решить и наши вопросы о загрязнении воздуха. Особенности производственного цикла добычи угля отражаются на экологии района. В префектуре зарегистрирована высокая степень загрязненности воздуха. При этом жители префектуры не имеют возможности воспользоваться медицинскими услугами, так как мощности медицинского центра временами просто не хватает. Особенно это касается роддома, в котором префектура давно остро нуждается. Дело в том, что родильное отделение, рассчитанное на 350 пациенток, просто не справляется с нагрузкой. Территории также крайне необходим центр матери и ребенка. Сейчас в Богонуре зарегистрирована смерть 11 детей в возрасте от рождения до года. 8 из них из-за пневмопатии, неполного развития легких. 2 ребенка, да, он из-за порока хромосомы. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой особо рассмотреть вопрос о создании здесь детского центра и изыскать все имеющиеся возможности. Сейчас в роддоме, рассчитанном на 350 пациенток, рожают 700 матерей. Например, в палате с 13 койко-местами лежат сейчас 28 пациенток. В следующем году планируется сделать инвестиции в префектуру в общей сложности на сумму в 7 миллиардов 300 миллионов тогриков. Это позволит провести целый комплекс работ, включая теплоснабжение, строительство студенческого городка, школ, детских садов. Также со следующего года планируется приступить к созданию пятого источника энергии в этой префектуре. Станция будет запущена через три года, то есть до того, как страна впадет в энергетический коллапс. Подсчеты показывают, что в 2015 году Монголия полностью исчерпает свои ресурсы энергии. Я считаю, что целесообразно начать в следующем году строить в Багануре электростанцию. Вслед за энергетическим производством появится много рабочих мест, а произведенная электроэнергия предоставит все возможности для того, чтобы справиться с острой нехваткой электроэнергии в нашей стране, особенно в габийских горнородных предприятиях. На создание энергетического парка потребуется ориентировочно около трех лет. Баганур, называемый сейчас одной из окраинных префектур столицы, в ближайшие годы получит возможности для развития доуровня города и станет крупнейшим промышленным центром. Это жителям района пообещали руководство ВГХ и столичный муниципалитет. Тумарачир, Адганбад, Аист, Монголия. Адганбад, Аист, Монголия.